МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатором региона стал Николай Любимов. В отставку ушел Олег Булеков. Ядовитые отходы сбросили вблизи Рязани. Они представляют второй, высокий класс опасности. Школьное меню, чем кормят в учебных заведениях. И археологи обнаружили склеп с погребением, которому более ста лет. Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. В студии Алены Куклева здравствуйте и к первой теме, которая в начале недели стала главной для всей области. Главой региона стал Николай Любимов. Победу политик одержал сразу в первом туре с триумфальным показателем. 80%. И уже на этой неделе первой перестановки в правительстве. Свой пост покинул Олег Булеков. В четверг на заседание Городской думы была принята его отставка. Вместо Олега Булекова управлять хозяйственными делами города начинает Сергей Карабасов. Ранее он возглавлял Министерство природопользования области. Рязанская Городская дума приняла отставку главы администрации Олега Булекова в четверг, 14 сентября. Но в неочередном заседании депутаты рассмотрели его заявление по собственному желанию. За проголосовали 34 человека, один воздержался. На время проведения конкурса на освободившуюся должность исполняющим обязанности мэра стал Сергей Карабасов. Глава Гордумы Владислав Фролов поблагодарил Булекова за проделанную работу и вручил ему почетную грамоту. Напомним, Олег Булеков возглавлял Городминистрацию с декабря 2014 года. Ранее он занимал должность первого зампреда правительства и курировал финансово-экономический блок. Мы все отдаем, люди взрослые, отдаем себе отчет в том, что мы делаем. И Олег Евгеньевич написал заявление, мы сегодня его удовлетворили. О причинах мне неизвестно. Сергей Карабасов стал первым вице-мэром Рязани. Новую должность утвердили на внеочередном заседании Гордумы в четверг, 14 сентября. На нем же депутаты согласовали кандидатуру Сергея Карабасова, который ранее возглавлял Министерство природопользования Рязанской области. Очередные незаконные захоронения химических отходов обнаружили в Рязанской области. На территории бывшей военной базы нашли контейнеры, которые содержат опасные вещества. Соответствующие фото и видео появились в интернете. Моя коллега Анна Герцовская выясняла, какую угрозу представляет несанкционированная свалка и кто понесет за нее ответственность. Этот заброшенный военный городок расположен в 20 минутах езды от города. Кроме того, что он выглядит прискорбно, это место хранит в себе большую опасность. Бывшая военная часть училища связи в 2015 году была передана в муниципальное образование Вышетравенского сельского поселения. Двигаясь по бетонным дорогам мимо разрушенных зданий, можно попасться на пятачок, где сейчас расположилась свалка промышленных отходов второго класса опасности. Людей здесь можно встретить нечасто, но появление опасных контейнеров было замечено сразу. В ноябре прошлого года неизвестными лицами был произведен свал вот этих емкостей с неизвестным веществом. Обращались в министерство природопользования, которое прислали Росприроднадзор. Они сделали пробы, сказали, что это второй класс опасности. Соответственно, ликвидировать нужно на определенные места складирования отходов. Обратились в МУП эколога защиты. Ждем результат. 14 сентября с утра на это место выехали представители природоохранной прокуратуры для проведения проверки по соблюдению законодательства, связанного с обращением с отходами производства и потребления, в том числе и промышленными отходами. В настоящее время прокуратура, помимо принятия мер по ликвидации незаконного размещения отходов, будет дана надлежащая оценка природоохранному органу контроля по выполнению тех задач, которые поставлены перед ними, а также муниципальным предприятиям МУП эколога защиты по утилизации этих отходов. Вывести отходы данного класса опасности можно только на специальную свалку. За целый год места для их захоронения найдено не было. По предварительной версии от отхода одно из ТЭЦ. Находясь рядом с контейнерами, несколько минут начинает першить в горле. Одни из них издают запах, напоминающий клей ПВА, а от других пахнет как будто бы нашатырным спиртом. По данным исследований, которые проводили сотрудники Центра лабораторного анализа и технических исследований, данное вещество представляет реальную угрозу для окружающей природной среды и здоровья человека. В свою очередь, на территории бывшей военной базы до сих пор проживают люди в непосредственной близости от опасных отходов. В настоящее время будут детально исследованы данные вещества на предмет того, какое производство могло произвести данный отход в результате своей производственной деятельности. По словам представителей природоохранной прокуратуры, обнаруженное вещество могло не успеть нанести существенный вред природе, поскольку контейнеры были выгружены на бетонную поверхность. Несмотря на то, что отходы перезимовали в военной части, химикаты могли не проникнуть в землю. Мы будем следить за развитием событий, а пока вывоз этих отходов ложится на плечи Вышетравенского сельского поселения. Деньги на это будут выделены из бюджета, хотя могли пойти на развитие поселения. В свою очередь, земля, где расположена бывшая военная часть, квалифицируется как промышленная. Однако, пока на этом месте ни один инвестор не захотел построить завод. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В пятницу на три дня перекрыли Куйбышевское шоссе. Движение транспорта ограничили до утра понедельника. Водителям и пользователям общественного транспорта стоит внимательнее планировать выходные свой маршрут. Администрация города предложила альтернативу. Транспортный поток с улицы Циолковского направить на проезд Яблочково, по улице Зубково и на путепровод, который на этот период станет для горожан бесплатным. Из железнодорожного и московского районов города предлагают двигаться по Михайловскому шоссе и Южной окружной дороге, тем самым объезжая закрытый участок Куйбышевского шоссе. Сразу несколько аварий на этой неделе и все с участием мотоциклистов. Вечером 13 сентября на площади Победы ВАЗ-2110 поворачивал с проезда завраженного налево, а мотоцикл двигался по Первомайскому проспекту в сторону центра города. При этом на светофоре горел желтый сигнал. Транспортные средства столкнулись прямо на пешеходном переходе. При ударе пассажир мотоцикла выбросил на крышу десятки. Водитель соскочил на землю. В понедельник вечером на перекрестке улицы Циолковского и проезда Яблочкова легковушка и вовсе не увидела закловшего мотоциклиста и, не снизив скорости, сбила его. Как видно на кадрах, мотоциклист остановился на трассе. Автомобиль, двигаясь со стороны поселка Шлаковый, не предпринял попыток избежать столкновения и врезался в мотоцикл. После водитель иномарки остановился и вызвал скорую. Ежегодно в лесу теряются несколько сотен человек. По статистике, все в итоге самостоятельно выходят из чащи. Но есть те, кому разгадать лес приходится нелегко. Уже неделю в Рязанской области ищут человека. История, как их много. Ушел за грибами, связь потеряна. Продолжит Валерий Седов. 7 сентября в Рязанской области пропал Алексей Елисеев. 63-летний мужчина отправился за грибами в сторону поселка лесхоз Спасского района. Поиски продолжаются восьмой день. Значит, наша задача – это найти человека, который потерялся в лесу. Поиски у нас продолжаются уже девятый день. Поэтому смотрим внимательно места там, где он мог остановиться, отдохнуть. Первый день пропавшего искали всю ночь. Но никаких результатов это не принесло. На следующий день, 8 сентября, к поискам подключились егеря. Они и нашли следы Алексея Елисеева, а после и его пустую корзину. По словам очевидцев, пропавший хорошо знал эту местность. Но ситуация осложняется тем, что у Алексея Елисеева болезнь Паркинсона. Поэтому поиски ведутся очень активно. Начинаем движение! Условно лесную местность разделяет канал. Всю территорию после водной преграды за прошедшие дни уже обследовали не раз. Всего 7 сентября в поисках было задействовано около 300 человек. Также три беспилотных летательных аппарата и маломоторный самолет «Цесна». К сожалению, успехов это не принесло. По словам сотрудников МЧС, уже написано несколько заявлений в ближайшие больницы. На тот случай, если Алексей Елисеев выйдет к ним. Сейчас слушатели из ФСИН вместе с кинологами осматривают оставшуюся площадь. В эти дни на территории Свято-Троицкого мужского монастыря начала исследование археологическая экспедиция. Ученые обнаружили склеп с погребением, которому более 100 лет. О важности находки узнавала Анна Герцовская. На территории Свято-Троицкого мужского монастыря археологические раскопки проходят в связи с реставрацией Троицкого храма. В этом виде он был воздвигнут в самом конце 17-го столетия. И за 300 лет именно сейчас наступил первый случай капитального ремонта сооружения. В первую очередь рабочим необходимо укрепить фундамент. Однако доподлинно известно, что вокруг храма расположено старинное кладбище, где начиная со Средневековья хоронили именитых горожан и духовных лиц. Поэтому за работу здесь взялись сначала не строители, а именно археологи, которые уже получают первые плоды своей деятельности. Мы находимся на территории древнего некрополя. Археологи здесь уже обнаружили захоронения, датируемые 19 веком и началом 20 века. В ближайшее время они планируют обнаружить средневековые захоронения в нижних горизонтах культурного слоя. Это два разных человека, которые были погребены с разницей в 100 лет. Склеп одного из них установили сверху предыдущего захоронения. А в советские времена его повредили во время работы. Однако останки хорошо сохранились. Археологам предстоит найти также элементы одежды, которые смогут идентифицировать сословия людей. Все останки, которые удастся найти на территории монастыря, будут сфотографированы, задокументированы и извлечены для исследований. Помимо них, археологи рассчитывают обнаружить предметы быта людей, которые жили здесь раньше. Сейчас раскопки происходят вдоль фундамента храма. Самые значимые находки, по предположениям археологов, могут находиться со стороны алтаря. В подобных местах обычно хоронили настоятелей. И, возможно, кого-то из них удастся идентифицировать. Однако это не единственная цель археологов. Мы надежно знаем о расположении здесь древнего некрополя. Как минимум с 17 века, со временем постройки храма. Хотим ответить на вопрос, располагался ли конкретно на этом месте некрополь более древний, от средневекового еще деревянного монастыря. Если он будет нами здесь локализован, соответственно, есть большая вероятность расположения под храмом или в непосредственной близости остатков древней деревянной церкви, постройки еще до 17 века. В 14 веке здесь уже существовал монастырь, а территория была впервые заселена во втором тысячелетии до нашей эры. Когда-то здесь была крепость, так что это место очень ценно не только в данный момент для археологов, но и для всей истории Рязани в целом. Даже один только некрополь хранит в себе массу тайн, которые предстоит раскрыть. Сохранилась книга 1913 года, называется «Рязанский некрополь Кассиан-Любарский». И там список эпитафий надгробных, 181 захоронения. Вот так здесь, конечно, гораздо больше. Вот здесь погребен у нас Матвей Казаков, Матвей Федорович Казаков, известный русский архитектор. Но могил, к сожалению, мы так четко не можем определить. Предположения гипотетические, в разных местах думаем. А так он абсолютно точно здесь захоронен. По словам игумена Свято-Троицкого монастыря, он очень доволен, что здесь происходят раскопки и с удовольствием готов делиться историей этого места. Первое упоминание об этом месте в 1385 год. Преподобный Сергий Радонежский приходил мирить Олега Рязанцева с Дмитрием Донским. Вот тогда Рязань перенствовала, так сказать, среди русских княжеств. Но вот состоялись переговоры. Олег Рязанский заключил вечный мир с Москвой. И он и сейчас продолжается. И всегда действительно будет вечным, как он был написан в 1385 году. Этот монастырь можно считать настоящим местом силы, которое готово принять горожан и гостей города, для того, чтобы они смогли получить спокойствие и информацию о прошлом. А пока археологи продолжат свои раскопки. Первые два захоронения, которые расположены друг над другом, стали началом большой экспедиции, которая совсем скоро может стать сенсационной. Мы будем держать вас в курсе событий. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Новый учебный год требует много сил от школьников. Но помимо гранита науки, школьники едят и обычную пищу. Не секрет, что от правильного питания зависит умственная деятельность. Как организовано питание в школах в этом году, узнавал Валерий Седов. Сесть! Теперь прям пищу. Учеба учебой, а обед по расписанию. Вкусный суп, а на второе солянка с котлетами. Такой обед у учеников школы-интерната номер два. Все подобрано так, чтобы юные воспитанники выросли настоящими мужчинами. Пятиразовое бесплатное питание. Готовят повара в нашей столовой сами, Согласно десятидневному меню. Все вкусно, стараемся как по домашнему. Конечно же, в столовой питаются не только юноши. В школе-интернате обучаются как мальчики, так и девочки. В этом году в столовой прошел капитальный ремонт. И теперь здесь могут одновременно принимать пищу почти 300 человек. Школа-интернат номер два – не единственное место в Рязани, еда в котором и сытная, и полезная. По данным Управления образования и молодежной политики администрации города, обеспечение учащихся горячим питанием в прошлом году составило чуть больше 70%. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. В этом году охват горячим питанием в школах города Рязани составляет 100%. Это все 68 школ охвачены горячим питанием. 50 из них осуществляют питание и приготовление питания собственными силами. И 18 школ реализуют через буфет горячую продукцию. Школьные столовые нескольких учебных заведений города также были отремонтированы. Другие – просто переоборудованы. Школьные столовые были переоборудованы относительно недавно, где-то 5 лет назад. Там были поставлены параконвектоматы. То есть все блюда готовятся на пару, ничего жареного детям не попадает, так как им в принципе это вредно для их здоровья. Там установлены холодильные камеры, новые плиты, на которых повара готовят. Еда для подрастающего поколения не сразу попадает на стол. Ей предстоит пройти несколько проверок. Контроль качества питания школьников осуществляется в соответствии с приказом управления образования. Проходит он под присмотром внутришкольных комиссий, с привлечением родителей, педагогов, представителей органов ученического самоуправления и ответственного за организацию питания. Оцениваются продукты уже на этапе их приема. Смотрят на все – цвет, вкус и многое другое. Второй этап – это уже приготовленные блюда. У нас есть технолог в штате, который еженедельно ездит по школам и отслеживает качество приготовленной продукции уже непосредственно в школьных столовых. Берет отбор проб и делает какие-то выводы, возможные замечания. Организация горячего питания школьников включает в себя также обеспечение бесплатным питанием льготных категорий учащихся. Сейчас эта цифра составляет почти 20% от общего количества учеников города. Обед у всех один – сытный и вкусный. В рацион, значит, в среднем у нас ходят каши, значит, ходят омлет. Вот у нас сегодня на завтрак омлет был с колбасой, значит, суп гороховый на обед, грудки тушеные с макаронами, компот из свежих яблок и хлеб. В 2016 году был реализован пилотный федеральный проект под названием «Разговор о правильном питании». Коснулся он 11 школ города. В рамках проекта учащимся преподают основы культурного питания, как составляющие здорового образа жизни. В текущем году программа введена во все муниципальные образовательные учреждения города. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Пять кукольных дней в Рязани перевернули мир. Театральный фестиваль «Рязанские смотрины» завершился. В среду на сцене театра кукол выступил коллектив из Барселоны. В чем уникальность испанской постановки и о чем поведали артисты-зрителю, знает Галина Ершова. Испанские артисты вышли на сцену гугольного театра. Хусе Антонио Пухадес и Джульетта Гаскон показали рязанскому зрителю, что такое пластический спектакль. За 50 минут не прозвучало ни единого слова, а действие не прерывалось ни на секунду. На языке тела актеры рассказали историю, полную слез и радости. Дисней говорил, что любовь – это всегда красиво, а расставание – это что-то ужасное и страшное. Нет, мы хотели показать, что это не так. Любовь прекрасна во всех своих проявлениях. Это главная идея спектакля. Спектакль наполнен десятком пластических этюдов, небольших зарисовок с разными предметами. В руках актеров то обычная шляпа, то маленький шарик превращаются в настоящее существо со своими привычками и характером. Артисты признаются, что им самим больше всего нравятся два образа. Это быстрое движение в начале и танец с маской. Мы глубоко прочувствовали внутри этот номер, потому что очень много в мире людей, которые носят различные маски. Хосе Антонио Бухадес и Джульетта Гаскон постоянно на сцене. За время спектакля они ни разу не уходили в кулисы. На вопрос, совершают ли они ошибки в отрепетированном действии и присутствуют ли во время выступления импровизация, оба смеются. Мы делаем множество ошибок во время выступления, но мастерство и профессионализм заключаются в том, чтобы их не увидел зритель. Мы не делаем ошибки, мы ищем новые решения, но, конечно же, мы их совершаем. В театре «Ротатива Артс» много путешествует. Помощник режиссера Римондо Филиппа следит за светом и звуком. Он признается, что в нашем городе нашел даже больше возможностей для реализации своих задумок, чем имеет на родной сцене. Для финала постановки он доработал освещение прямо в Рязани. Этот бонусный трек – это часть уже следующего спектакля. Он получил название «Последний танец Риджит». В этом спектакле актеры будут работать с зеркалом. И все, что создавалось, что вы увидели на сцене – это как раз моя идея. Ремиксы, музыкальные, мигание света – это все работает на идею. Это все – это идея. ЧАЭС его все же пустили. Звук, который пробирает до мурашек. Услышав такой, нужно тут же бежать в одно из убежищ, которые расположены в нашем городе. Здесь вы будете защищены от всех угроз. Вход в убежище оборудован несколькими дверьми, которые имеют достаточную толщину, чтобы защитить укрывающихся от воздействия радиации и высокого давления. После того, как человек попадает в убежище, он тут же становится укрываемым. В зависимости от вида угрозы входные двери могут быть закрыты или открыты. Здесь может собираться до нескольких тысяч человек. В зависимости от высоты помещений предусматриваются двух- или трехъярусные нары. Значит, в нашем случае представлены трехъярусные нары для укрываемых. Рядом с местом для укрываемых есть пункт раздачи питьевой воды. В данном помещении у нас расположены запасы воды для укрываемых, которые создаются из расчета 2 литра на человека в сутки. Вода постоянно хлорируется, а раз в полгода ее полностью очищают. В убежище все создано для защиты укрываемых. Для обеспечения укрываемых средств индивидуальной защиты предусмотрено помещение, где содержатся противогазы, которые будут выдаваться при занятии в убежище. В каждом ящике находится достаточное количество противогазов, которые включают в себя сумку, шлем-маску и коробку. В убежище также есть электричество. Электроснабжение убежищ обеспечивается как от внешних источников, так и наличием резервных источников электроэнергии. При нарушении внешнего электроснабжения запускается резервный источник питания. Могу продемонстрировать. Без свежего воздуха люди также не останутся. Сейчас мы находимся в фильтре вентиляционной установки. Основным элементом, который является фильтропоглотители, который позволяет обеспечивать укрываемых чистым воздухом. Это так называемые легкие бомбоубежища. Включаются они простым нажатием кнопки. Здесь есть и медицинский пункт для оказания помощи, а также простые удобства, такие как умывальники и туалеты. Мозговой центр убежища – это пункт управления. Пункт управления убежища обеспечивает связь непосредственно с руководством предприятия. Также здесь, на пункте управления, имеется система радиовещания, которая позволяет связываться со всеми подразделениями предприятия. Входов и выходов из убежища несколько. В случае, если основные выходы оказались завалены, всегда есть запасной. Откуда человек сможет прямиком попасть на свежий воздух? Это единственный выход, который выведет человека на свежий воздух. Все остальные – подземные. И в нужный момент укрываемый легко сможет покинуть убежище. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ремонтные работы на Лыбецком бульваре кипят вовсю. И планы у заказчиков грандиозные. По задумке, вся территория бульвара будет вымощена тротуарным камнем, на котором, в свою очередь, будут располагаться скульптуры. С автором этих работ пообщалась моя коллега Галина Ершова. Нарния и Скандинавия в Рязанском поселке. Дом Олега Седова действительно поражает воображение. При входе гостей встречают бронзовые единороги и пумы, а глубина сада скрывает изящные фонтаны. 48 лет мастер занимается лепкой. За это время он создал тысячи неповторимых скульптур. Одной из последних стал великий клоун Олег Попов. Его изображение осенью украсит Лыбецкий бульвар. Работа кипит с апреля. Олег Седов создал десятки эскизов и сменил несколько концепций. Ведь изначально перед зданием цирка должна была развернуться сцена из сказки «Золушка». Однако похожую скульптуру планируют установить у театра юного зрителя. Украшать Лыбецкий бульвар доверили слонятам и медведям. Статую клоуна начали изготавливать две недели назад. С помощью масштабной линейки скульптор переносит пропорции с маленькой фигурки на полномасштабную модель. Высота 10 будет, да, от единиц. Здесь высота шляпы. И вот точно так же, если мы посмотрим с вами сюда, вот у нас линеечка такая, да, вот мы ее выставляем сюда, прикрепляем. Ну, это только одна позиция. Вот она. Вот. И на уровне 10-й отметочки у нас получается с вами как раз вот эта высота вот этого нашего сооружения. И так вот делается все. Вот, например, плечо. Вот. И это нужно для того, чтобы каркас у нас нигде не вылез из глины. Однако это только половина работы. Сейчас скульптуру вылепили из глины. Затем создадут мелкую текстуру, далее по ней сделают форму и отольют готовые фрагменты. Внешне Олег Попов, как и другие работы мастера, будет выглядеть монументально. Однако это лишь иллюзия, созданная умелым волшебником. Медицина должна быть быстрой, доступной и удобной. Об этом мечтают все, кому приходится обращаться за обслуживанием в госучреждения. Однако, чтобы получить помощь, порой приходится тратить время на очереди, ходить по различным врачам и портить себе настроение. Чего нельзя сказать о многопрофильной клинике Метком. Метком профи на Бирюзово – это реальная альтернатива государственной поликлинике для жителей Конищева, микрорайонов Приокский и Московский, Бутырки. Александра за врачебной помощью решила обратиться не в государственную поликлинику, а в частную Метком профи. В клинике приятно порадовало и отсутствие привычных очередей, и внимательный персонал. А самое главное – прием, построенный по западному образцу. Это значит, что здесь пациент находится в одних руках. Именно врач тут же в кабинете сделает УЗИ или другие необходимые обследования. В результате весь процесс диагностики проходит максимально быстро. Мне очень понравилось, это очень удобно. Не нужно простаивать очередь во все кабинеты для того, чтобы сделать УЗИ, попасть на консультацию к гинекологу, собрать все анализы. Все делается в одном кабинете. Это на самом деле очень удобно, очень практично и быстро. В Метком профи принимают лучшие специалисты Рязани практически всех направлений медицины. Есть высококачественное оборудование, которое позволяет оказывать помощь согласно самым передовым медицинским стандартам. В Метком профи занимаются и амбулаторной хирургией. То есть в случае легкой травмы теперь не надо ехать на другой конец города. Здесь удаляют небольшие новообразования с последующим гистологическим исследованием. Родинки, зашивают раны – все это при помощи самого современного оборудования. Например, вот такого вот степлера. Гинекология, проктология, урология, косметология, хирургия, психиатрия, наркология – неполный спектр всех направлений, которыми занимается клиника. Одно из самых популярных направлений – различные справки. Мы хотели стать полноценной такой районной поликлиникой, но с несколько иной формой собственности. Мы лечим те заболевания, которые бывают часто. Чтобы человек долго не стоял в очередях, не записывался на месяц вперед и так далее. Помощь должна приходить к нему в тот час, когда ему действительно нужна. Максим Нестеров – врач-хирург. Сейчас он собирается на вызов. В клинике Медкомпрофи есть единственный в Рязани аппарат УЗИ, который позволяет делать ультразвуковое исследование на дому. Тем пациентам, которым сложно передвигаться. Все это ради того, чему врачи многопрофильной клиники Медкомпрофи посвятили свою жизнь. Сделать высококачественную медицинскую помощь, доступной всем. И на этом у меня все. Новости смотрите также на нашем сайте. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем отличных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok